Всем привет! Прошла информация, что реанимировали Петьку Василий Ивановича который спасает галактику сделали оставив все звуки, диалоги все что было в игре я даже не знаю какого года наверное 90, конца 90-х наверное середины может быть и сделали новый движок, чтобы она шла на нормальных на современных машинах и проходить конечно я ее не буду но показать вам что есть такая на свете замечательная игра я решил Петька Василий Иванович это из эпопеи такой плеяды квестов, когда компьютеры были еще слабые, приходилось сделать действительно хорошие игры, чтобы люди их и покупали и не было вот такого вала, то есть не как сейчас, лишь бы вот что-то слепить такое, продать миллион копий и все и расслабиться то есть не важно, что маркетинг делает а раньше игры были штучным таким товаром Петька Васильваныч целая по-моему их было 5 или 6 квестов Штырлиц тот же самый тоже по-моему 2 или 3 совершенно великолепный совершенно великолепный еще советской школе с таким флером советским то есть анекдоты, фильмы используются, юмор такой народный все, который тогда был в ходу то есть вещь должна быть стоящая она определенно стоящая, то есть если вы не знали, то посмотрите обязательно сейчас вместе посмотрим, потому что я не представляю, как это выглядит в новом обличье а если играли, то вспомните старое доброе озвучка, естественно, русская Петька Васильванович спасает галактик Давным-давно, много веков назад далеко-далеко в галактике через солнечную систему пролетал огромный размером с планету космический корабль внутри которого находились десятки миллионов инопланетных колонистов по каким причинам он потерпел катастрофу, не ясно однако именно в результате этой аварии у планеты Земля появился спутник, Луна во время аварии большинство инопланетян погибает выживают только те, кто находился на тот момент в состоянии глубокого анабиоза но разбудить их, понятное дело, уже некому и, наверное, они так и спали бы вечно много тысяч лет спустя в 1917 году выстрел с крейсера Аврора возвестил о начале Великой Октябрьской революции Пьяные матросы не попали по Зимнему дворцу на самом же деле снаряд Авроры попадает прямиком в Луну где приводят в действие отказавшие тысячелетия назад механизмы и пробуждает остатки мирно дремавших инопланетян через некоторое время, окончательно проснувшись и оценив всю безвыходность своего положения инопланетяне решают, что единственная для них возможность выжить завоевать Землю и они начинают готовиться к вторжению при изучении планеты в телескопы они случайно обнаруживают в центре одного из крупнейших материков Земли в крошечной богом забытой деревеньке Гадюкина надпись, нацарапанную гвоздем на указателе Гадюкина Пут Земли Естественно, что захват Земли инопланетяне решают начать с важнейшего стратегического центра землян а именно деревни со странным и таинственным зимним названием Гадюкина А тем временем в России уже полным ходом идет гражданская война Через поселок Гадюкина проходит линия фронта Река Урал делит поселок на две части В одной части кое-как обустроила свой быт доблестная Красная Армия во главе с Чапаевым В другой с комфортом расположились недобитые белогвардийские генералы с остатками своих трусливых войск И те, и другие уже основательно устали воевать поэтому, судя по всему, осели в Гадюкина надолго Силы примерно равны Так что ситуация сама по себе изменилась бы очень нескоро Если бы в дело не вмешались так не кстати проснувшиеся инопланетяне Ролик оригинальный И еще, если вы надумаете играть сами Я вас просто умоляю, не пользуйтесь с интернета скачанными прохождениями Василий Иваныч, чего-то худо мне Признаться, хватанул я вчера лишку С горя-то Чего? Правду делать-то теперь Раскричался? Шо делать? Шо делать? Прям как Черышевский какой Опозорены мы теперь, Василий Иваныч Представляешь? Приедет завтра Ильич войско проверять Спросит, а где знамя ваше боевое? А мы, чего скажем? Твоя правда, Петр Надо думу думать Кто ж мог у нас из-под носа самое святое? Полотнище алое утащить Беляки это! Точно тебе говорю, Петька Выходит, беляки шпиона прям нам под нос заслали Может, в отместку им в колодец соли насыпать? Пусть у них вся еда пересолена будет А политично рассуждаешь Слышал бы тебя, Фурманов, не похвалил бы А вот флаг вернуть надо А может, похмелиться чуток? И уж тогда мы этих гадов И белогвардейцев, и махновцев И даже этих, как их там, антихристов Во-первых, не антихристов, а анархистов А во-вторых, как сказал кто-то из классиков Хватит базарить, надо знамя с кичи вынимать Сейчас вот быстренько Урал с тобой форсируем Да знамя-то наше и отвоюем Так там же патруль Вот с него-то мы и начнем Привет, Анка! Привет! Что это ты на стороне беляков делала, а? Корову послал И где же твоя корова? А может, ты и есть шпионка? Может, ты и знамя украла? Лучше признавайся, а то мы тебя сейчас быстро разоплачим Какая же я шпионка? Я, между прочим, о вашем же, Василий Иванович, пропитании забочусь Всегда вам дам молочка, когда попросите Ну ладно, ладно, ты ж знаешь, я любя Ну вы и шутник, Василий Иванович Прям казанов какой-то Как она вас обозвала, а, Василий Иванович? Молчи, Петька Плохо я тебя воспитывал Лупить почаще надо было Ну ладно, заболтался я тут с вами А у меня еще корова не дойна Ну, иди, Анка, не будем тебя задерживать Метька, ты тоже думаешь, что и я? Нет, куда мне до вас, Василий Иванович? Правильно, Петр, до меня тебе далеко Ты ведь даже не знаешь, о чем я сейчас думаю Нет, конечно, вы же мне не сказали А о чем вы думаете? Я думаю, как это интересно Беляки Анку через свой пост пропустили Как? Мост видишь? А как же? Беляков на нем видишь? А кто? Молодец Надо же сообразительный Я думал, не догадаешься А что догадаешься, Василий Иванович? Что, что? Анка, ну, беляки, ну, понял? Неа Ну ладно, скажу тебе, недотёпа Нам под Анку замаскироваться надо Нам? Под Анку? А как же мы вдвоем под неё замаскируемся? Замаскируемся! Как получится! Всё, дали нам управление Такое вот начало То есть, лучше не пользоваться мануалами Только если в самых тупиковых случаях Потому что здесь масса юмора спрятана Именно в тупиковых моментах То есть, когда начинаешь делать вещи, которые Ага, вон как Ой, что это там на дне блестит? Похоже на ключик Ну, топ его Ох! О! Эй! 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 Ааа! О! Ну и дела С таким трудом достался нам этот маленький ключик Я чуть не пожертвовал самой необходимой частью своего тела Ну, второй по необходимости Для ключа нужно подобрать подходящий замок Здесь можно выбрать классическое управление, как у меня То есть по правой кнопки мыши открывается такое меню классическое, квестовое Я что, похож на Геракла? Целый путь Ох, и достаешь же ты меня по утрам! Вот я голову-то тебе отверну! Я что, похож на грузчика? С этим чемоданом Василий Иваныч маленьким мальчиком приехал в Москву А потом оттуда уехал Путешествовал Василий Иваныч много Он был в Африке, в Израиле, на Северном полюсе По-настоящему Василий Иваныч открыл Северный полюс Да будет врать-то, Петька! А что я вру, Василий Иваныч? Вы же мне сами рассказывали! Сколько раз тебе повторять! Не был Чапай в Израиле! Ну не был! И все тут! Понял? Ну как не понять? Понял! Я до него не дотянусь! Да и зачем он нам? Лучше ее не трогать! И пробовать не буду! Спрятаться в шкаф? От кого? Вот это я бы взял Но мне Василий Иваныч голову оторвет Как раз Сулу с утра не увидит, так злится Так, что здесь еще? Стол Кровать, гиря, граната Это последняя! Да и заряда в ней нет! Пусть лучше здесь для украшения повисит! Так, это Василий Иваныча кровать Ну вроде все Сейчас посмотрим, что на улице у нас происходит А, у нас еще не улица Грибы Мировой закусон! Тут особенная обработка требуется Так просто грибов не покушаешь В этом сундуке Василий Иваныч хранит Какие-то документы Интересно было бы там как-нибудь пошуровать Но, как обычно, ключ от него куда-то запропастился Вот он у нас, ключ Так, а как бы он? Сейчас мы засунем этот огромный ключ В эту маленькую дырочку А маленькой дырочке не будет больно Сейчас проверим Двусмысленности в игре полно О, инструкция по сборке пулемета А вось пригодится Табуретка Оружие пролетариата Превратился бы ты самовар В самогонный аппарат Толку было под тебя больше во сто крат Че ты, Петька, уже стихами заговорил Подкова, прибитая над дверью Приносит счастье Если только на голову не грохнется Подкова, кстати, неправильно прибита Тоже юмор Счастье в нашем деле никогда не помешает Тем более, мы же, как-никак, кавалеристы Вдруг подковать кого придется Только висит она как-то высоковато Не достать Так, а Василий Иванович По-моему, можно переключать Как-то между... Вдруг между другом По-моему, переключаются они А может вот так? Много раз Белые пытались взять Василия Ивановича Шо мы, капиталисты С тобой кресло носить? Счастье в нашем деле Никогда не помешает Тем более Вдруг подковать Только висит она как-то Не достать Вот так вспомнил Русская печь Зимой на ней спится Особенно хорошо Особенно, ежели с Анкой За ухват надо Как следует ухватиться Это чтоб горшки из печи доставать И не обжечься Василий Иванович, чайник! Сам ты чайник, Петька Сейчас по башке получишь Да я не про вас Вон же чайник в печке стоит Смотри, у меня Петька На этот раз прощаю Ухват Вещь, конечно, неплохая Но шашка все же вернее Да я не прощаю Аааааааааааааа! Надпись «Если кто не успел прочитать плакат» висит с Лениным. Как думаешь, Петька, кому это грозит вождь мировой революции? Не знаю, Василий Иванович, кому? Великам проклятым! А почему же он тогда улыбается? Утомил ты меня, Петр, своими вопросами! Не время сейчас политформацию здесь выстраивать! И там надпись под ним. Это я! Голодранцы всех краин в единую кучку гоп! По-моему, раньше не было вот этой шутки с сигаретой, потому что плакат висел долго и можно было нормально рассмотреть, а сейчас что-то как-то не... Это дверь в баню! Деревенские ребятишки иногда развлекаются, подглядывая за раздевающимися в замочную скважину! Ну мы-то с Василием Ивановичем уже взрослые люди! Нам это совершенно ни к чему! Я не могу взять это! Зачем? Заперто! Ведро отсюда кто-то украл, а веревка осталась! Тащи! Даже если я все-таки спущусь в колодец по веревке, делать мне там все равно совершенно нечего! Там внутри темно и страшно! До революции здесь стоял дом известного деревенского ростовщика. Эта труба единственная, что уцелела после пожара. А жаль! Поговаривали, что у него еще был шикарный винный погреб! Мы запомним! В этом уютном домике живет наша Анка! О, пулемет! Пулемет нам как раз был бы очень кстати! Можно попробовать собрать его из этих запчастей! Ну? Я не могу использовать это! Пулемет нам как раз можно попробовать собрать его из этих запчастей! А вот эти детали нам точно пригодятся! Можно попробовать собрать из них свой пулемет! Ой, по-моему мы что-то напутали! Василий Иванович, а вы уверены, что это у нас инструкция по сборке именно пулемета? Не знаю, Петька! У меня в сундуке много всякого хлама скопилось! Ну да ладно! Авось тоже пригодится! Глянь, Петька, какая оригинальная конструкция получилась! Осталось только напряжение подать на обмотку и... Магнит! Чего подать? Ох, няуч же ты у меня, Петька! Ах, это! Так это мы запросто! Это нам расплюнуть! Как там у Беляхов? В сто раз хуже, чем на Советской стороне! Там всё у них в упадке! По волчьим капиталистическим законам живут! В рыночной экономике! А чего ж ты туда зачистила? Там для моей бурёнки поля получше! Конечно, у них ничего хорошего не может быть! Но пусть моя корова сначала всю их траву съест! Молодец, Анка! Вот что значит настоящая русская женщина! Как говорится, коня на скаку того в горящую избу этого! Значит так, Анка! Слушай мой приказ! Раздевайся! Это зачем ещё? Да ты раздевайся! А там видно будет! Я-то разденусь! Мне не трудно! Только вам-то что с этого? Как что? Возьмём? В смысле, одежду! Вот-вот! Как раз её-то я вам и не дам! Значит так, Анка! Слушай! Это зачем ещё? Твоя одежда нужна нам, чтобы пробраться на сторону белых! А что вам на стороне белых понадобилось? Военная тайна! Знаю я ваши военные тайны! В прошлый раз мне Петьк тоже свою военную тайну обещал показать! Как корова твоя поживает! А тебе-то какое дело? Грубовато ты, Анка, отвечаешь! А как с тобой по-другому-то? Ну как это? Я, как и любой настоящий красноармеец, должен заботиться о каждом живом существе на территории Советской России! Позаботься лучше о себе, Пётр! Да чего о себе! Настоящий солдат, как гринписовец, любит всякую животину! Особенно, ежели с горчичкой! Да под водочку! Много картошки? Хорошо! А ещё больше? Лучше! Анкина большая любовь? Это пулемёты! Она даже разговаривает с ними! Интересно, где-то она столько пулемётов набрала! Эта штука, по-моему, называется меха! Мой дедушка был охотником и всё время рассуждал о пользе мехов! Я про них всё знаю! Пригодятся! Надуем кого-нибудь! Сексуальный молодой человек! Наверное, это пулемётчик! По-моему, там за шторкой на печке кто-то есть! Не кажется ли, что она тяжеловата? На самом деле, она просто очень тяжёлая! Ну, за шторку-то заглянуть надо! Эту печку растапливать не надо! Анка всегда хорошо выглядит! Это окно не в Европу! Очень много всяких тонких... Даже не сказать подколов, а вот таких вот уколов, пародий... На штампы советских времён... Не все они, конечно, часть из них такая обидная и несправедливая, но... Тем не менее... На данку как-то раздевать... Мадам, что вы делаете сегодня вечером? Моё свободное время принадлежит Красной Армии! Я готова всецело погрузиться в работу! Даже ночью! А как насчёт в банке попариться? Я вообще-то насчёт банки не очень! Ну, от такой хорошей компании отказаться трудно! Значит, договорились! Я бы с удовольствием сходила! Только там, по-моему, уже занято! Занято? Ну, да! Там, по-моему, уже давно эти... Как их там? Анархисты сидят! А, эти? Так кто ж разве анархисты? Да если это анархисты, то я, то я, то я тогда... Майк Тайсон! Во! Это кого-то сейчас, Пётр, так смачно послал! Алкаши они, а не анархисты! Им бы только в карты дуться, да водку пьянствовать! Тем более! Сходили бы, да разогнали эту весёлую компанию! А что, Василий Иванович, исходим! Как говорит Фурманов, нам это расплюнуть! Вот и отлично! А прогоните их и приходите! Если банька свободна, то я всегда с удовольствием! Подсолнухи обыкновенные! Две штуки! Красивые подсолнухи! Ароматные! Семечек, небось, полно! Пусть ещё немного порастут! Если выбить подпорку, дом рухнет! Это было бы ещё полбеды! Будь я уверен, что успею вовремя отскочить! Пусть! 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 Интересное кино, Василий Иванович! Кто-то вместе с сеном человека упаковал! Лучшее кино, Петька, это вино! Я не могу взять это Я не могу использовать это Этот сток тревожить не стоит, мало ли что Нет, это сено кто-то складывал, а теперь мы его раскидывать будем Это мы надувать не будем Так, а как положить? Чтобы сделать из этой подковы магнит, нужно подать напряжение на обмотку Но мясорубка это практически генератор Так, ну-ка, может Василий Иванович за ноги? Четко тайне Эх, красотища-то какая! Мать, 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 мать Пень пригодный для уситки Для уситки по-русски не говорят Для седалища Для седалища тоже неправильно Для заседания Ты еще меня учить будешь? Ладно, ладно Пень для места прислонения зада, хорошо? Ага Я не могу использовать это Я не могу взять это Давай возьмем Много места не займет Только вот больно крепкий прутик попался Руками не отломать У нас и нечем пока А, стоп Он же есть, Василий Иванович Отломи прутик, Петька Пригодится Отломи прутик, Петька Пригодится Петька не в форме Петька не в форме Пионеры юные Головы чугунные Привет, пионер! Меня зовут Павлик Павлик, говоришь? Ну-ну Наша пионерская организация Деревня Гадюкина Рада приветствовать Доблестных героев Гражданской войны Освобождайте нашу родину От белогвардейской сволочи А уж об остальном Мы позаботимся А фамилия твоя Случайно не Морозов? Нет Никогда У меня Совершенно другая фамилия А вот у папы То есть Ой Чем же вы тут занимаетесь? Я, то есть мы Без дела не сидим Собираем муклатуру И металлолом Помогаем в поливке И прополке огородов Выявляем вредителей И врагов народа Ловим шпионов И бездомных собак Молодцы! А как же вы отдыхаете? Отдыхаем мы, пионеры Тоже неплохо Мы занимаемся физкультурой Плаваем и купаемся Загораем Занимаемся конным И велосипедным спортом Участвуем в художественных кружках Пения Стихосложения Рисования И игры на музыкальных инструментах Учим стихи и песни Про великого Ленина Ну все, все Я понял А сейчас вы куда? Мы нашли рядом с магазином Странную зеленую баночку Похожие на те, что дают преступление в Красную Армию Куда каждый из нас мечтает пойти после окончания школы Только эта баночка показалась нам подозрительной И мы, пионеры, несем ее товарищу Фурманову Для опознания Молодцы, ребята! Может, нам отдадите? А мы уж отнесем, куда следует Я бы с удовольствием Но только что я ребятам скажу Что ты сам ее Фурманову отнес Ну нет Пионеры никогда не обманывают старших Никогда-никогда А если мы тебе взамен настоящую банку дадим? Настоящую? Ну тогда, конечно Давайте сюда вашу банку Банки-то у нас и нету Я, честно говоря, думал Но как-то они перерисовали Они просто полностью старую игру То есть, картинка вся та же самая Адаптировали под современные мониторы, видимо И операционную систему Ничего не перерисовываю Не переделываю То есть, мест огромное множество Посмотреть посмотрели Кому интересно, поиграйте Думаю, так, для первого взгляда достаточно Потому что сейчас уже начнется такое хождение Сейчас магазин еще сходим И с легкими С затупами Это ж все солдаты нашей дивизии Как же они с беляками бороться будут? Как всегда боролись, так и сейчас будут Слушай, Василий Иванович Это ж как же они Как все... Этот алкаш Своеобразная достопримечательность нашей деревни Если верить нашему доктору В его жилах вместо крови течет спирт Жаль, что мы с Василием Ивановичем не вампиры Твоя корова мычит? Была бы моя Давно бы уж на бутылку эту тварюгу сменял Это пасечника корова А может, танка ее пасет На ту сторону, через мост, возит А ты чего тут так стоишь? Охраняешь? Ты че, дурак? Попробуй выпей, сколько я Я бы посмотрел, как ты бы стоял На речке, на речке На том бережочке Хорош петь Чем тут сарай подпирать Пошел бы лучше Проветрился Ты мной не команда Не на фронте Ну, не хошь, как хошь Между прочим, нам вчера Фурманов хвастался, что им Военторг спирт привезли Так че ж вы молчали? С этого начинать надо было Ну, ладно, мне пора Эй, погоди! Ты куда? Ой! Василий Иванович, смотрите, что творится-то Куда это они все пропали? Ох, Петька, и не спрашивай Сильна все-таки у нашего народа тяга к знаниям В каком смысле, Василий Иванович? Они что, все в библиотеку смотались? Знаю я ту библиотеку А давайте мы с вами того Плюнем на все и махнем за ними Как это плюнем? На знамя дивизии плюнем? Да я тебя сейчас так махну Неделю присесть не сможешь Отходы деревенского быта В мусоре бомжи копаются А мы гордые красноармейцы Ну и замочек Кузьмич сделал все Чтобы внутрь не проникли ловкие красноармейцы Это единственный магазин на всю деревню Неиссякаемый источник Из которого черпают вдохновение Многочисленные бойцы Доблестной Чапаевской дивизии Кстати, они его так и называют Источник Здесь отоваривался Вася А вообще-то она ничего Женщина видная Наш вам поклон Мудвуазели Славная нынче погодка Какое там славное Духотища вон какая стоит Нет для чего Для умственного развития Ой, а ты хоть грамотный-то Слава дело У нас в отряде неграмотным делать нечего Есть Классики марксизма-ленинизма Ооо Это для меня самый раз На, может поумнеешь Хлеб, сербомолот, пальма, копилка, слоники Самовар, плакат Знакомый плакатик Попить не найдется? Приходят всякие бойцы Недовоявленные И все пить требуют То ли спирт, то ли спрут То ли спрайт какой-то Ох уж мне этот Фурманов Со своей наглядной агитацией Попить у нас теперь только по талонам Сам Фурманов приказал Ага Талон мне давайте Будет вам попить А раз нету талона Нечего разговаривать Понятно Так, ну куда еще сходи взглянуть Пасека И клуб Здесь могла быть ваша реклама Кнопка маленькая Непонятная Кнопки сделаны для того Чтобы их нажимать Здесь могла быть ваша реклама Я не могу взять эту Это бывшая телега деревенского старосты Этот атлант Произведение великих древних мастеров А никому неизвестные современные варвары Его поломали Не могу понять кто это То ли Александр Невский То ли Сильвестр Сталлоне А может это старик Арни Пошел третий час лекции Товарищи Мир, в котором мы живем Не назовешь простым и понятным То, что человек произошел от обезьяны Сейчас знают все А сложнейшие вычислительные машины Синхрофазотроны Автоматические линии производства Ведь еще вчера Их не могла себе представить Даже самая богатая фантазия Ныне же они Стали продуктом исследования И труда Надписи по стенам характерные Овесчисленной силой знания Но выброшенный за борт корабля Истории Эксплуататорские классы Никогда не смирятся Со своим поражением Они предпринимали Начинай ты Я выстрелю себе в голову За пять рублей А я выстрелю себе в голову За четыре рубля Ну тогда я за три Тогда я выстрелю себе в голову За два Стреляй Твоя очередь Кто побеждает? Побеждает смерть, дружок И нет нигде спасения на земле Не только на земле Спасения нет и выше Я понимаю, что Своеобразный юмор Такой отсылки Но это здорово Спасения нет? Во что же тогда верить? Великий Ленин Вот твое спасение Как игра? Игра как игра Как называется-то? Рулетка Называется Объяснил Спасибо Наш уважаемый доктор Лектор Ежедневно знакомит всех желающих С преимуществами коммунистического строя Над любым другим существующим на земле Особенно над капиталистическим Тихо Чипай спать будет Далеко до него Мы люди приличные По головам ходить не станем Гусяна зря на лекцию принесла Хотя, может быть, ей просто оставить его не с кем Егор Савельич Моржов Всегда одевается только в черное Как вы, наверное, уже догадались Он действительно бывший чекист Но черное он носит совершенно по другой причине За последний год его многочисленные друзья Областные чекисты Повадились навещать его С целью основательно раскулачить винные погреба местных кулаков Кулаки терпели все издевательства Но когда среди милых гостей Пошли разговоры о том Какая все-таки замечательная деревенька Это Гадюкино И как хорошо было бы им остаться в Гадюкино насовсем Тут их терпению пришел конец В результате Они действительно остались в Гадюкино Насовсем А Моржов остался в живых только потому Что был одет в свой любимейший черный плащ В потемках Его перепутали с местным попом И, естественно, отпустили Это мы надувать не будем Это мы надувать Деревня Гадюкино Одна из первых Подвергшихся частичной электрификации Как неоднократно объяснял нам товарищ Вектор Эта лампочка Символ грядущей светлой жизни А что если ее погасить? Наши милы Наши Ха-ха-ха Ха-ха Лежков Белез Не позволен Наши врачи Родные врачи Наши врачи Чтобы они не пили После этого Бартик Бенокет Бартик Бартик Нечем что-то нам Погасить Это мы надувать не будем Блин, гусян надух Блин, гусян надух Блин, гусян надух Блин, гусян надух Лежков И вот так что Наши врачи Ониquiera Афанасий, бывший работник ВЧК, бывший друг чекиста Моржова, теперь труп, жертва жестокой кулацкой расправы. Дизайнеры придумали из колонны сделать печь. И удобно, и тепло, и красиво. В стиле социалистического бардака. Судя по всему, кто-то однажды уже не выдержал такой лекции. Наш уважаемый доктор, особенно... Вот мужик умный, все газеты читает. Так, я уже не представляю, как отсюда выбраться. Эй, Василий Иванович, проснись! Понятно. Старый дубрый перебор. Ой, ребята! Чего это вы делаете-то? Не видишь, что ли? В рулетку играем. А кто вам разрешил? Ленин. Ленин всегда был против азартных игр. Эта игра не азартная. Она успокаивает, расслабляет, понижает мышечный тонус. А ты не хочешь? Не играй. Ну почему же? Я с удовольствием. Тогда твоя очередь стрелять. В лампочку. Еле вырвались. Так, и на пасеку хотел еще зайти. Пасечник это что-то. Пасечник Кузьмич. Простой советский крестьянин. Он вообще контактабелен. Как дела, Кузьмич? Спасибо, фигово. А что, плохого-то? У вас водки нету? А то обохмел требуется. Водки? Водки нету. Послушай, Кузьмич, а как там твои пчелы? Пчелы? Коль такой шикарный, наверное, сидит на воротах. Просто звери. Меда много приносят? Меда от них нет почти. Зато от ревматизма лекарства лучше не придумаешь. Пчелы-с, от ревматизма-с, оригинально-с. Не верьте? Конечно, нет. Ну и зря. Теща вот у меня больна была. Совсем ее ревматизм замучил. И вот услышал я как-то, что лучшей пчелиных вкусов и лекарства от ревматизма нету. Решил, понимаешь, на тещу своей ее проверить. Набрал, значит, банку целую из улья. Да и ночью сунул старый, прям под одеяло. Ватизм, понимаешь, как рукой, это, снинул, да, скачил и, понимаешь, схватил и, да, оры, да и по всей деревне, этот, кругами. Часа полтора со мной гонялась. А ты нам пчелок-то своих не одолжишь ненадолго. Что же я их, это, кому не попать-то отдавать стану? Вот и, если бы вы мне, это, махорочки, да по запористе принесли, вот тогда мы, глядишь, это, по-другому поговорили бы. Все, Кузьмич, пора тебе с выпивкой завязывать, а то скоро вообще черти мерещатся начнут. Черти, не черти, а вот ты, как вчера, с этой ночью, в нашей речке нечисть какая-то пучеглазья суетилась. Это я своими глазами видел. Докладывай, как дело было. Сижу, это я себе, значит, дома ужинаю. Старуха моя как раз в росёнка сделала. Ну, я, естественно, принял под это дело немножко. Посидели, короче, первый суть. Уже спать легли. Вдруг слышу, на улице худеть чего-то. Чего-то, думаю, там может худеть-то. Не выдержал, штаны митянул и во двор. Слышу, худеть, как будто это, ну, со стороны реки. Ну, так вот это. Я подкрался, я тихонечко отберегу, и а так такое. Сначала дую пожар, потом смотрю, какой там пожар. Это же река горит. А ещё чуть пригляделся, и совсем даже это не горит. Светится. Стою и жду, что, чего дальше будет. Вдруг вода, как здесь, забурлить. Гляжу, из-под воды тварь какая-то на поверхность поднимается. И пасть зубастая, страшная. Ой, зеленая вся, да глазами сплошь утыканная. Хотел, это, закричать. А тут, это, сосна и змея. Во, как дома очутился, я не помню. Ну, истории ты рассказываешь, Кузьмич. Прям Жюльвер. Сам ты, Жюльвер, Петька. Не хотите слушать, да ещё и не обзываетесь. Инопланетян видел в реке. Извини, что потревожил, Кузьмич. Нам дырявое ведро не нужно. Грязненькая лужица. Это дырявое ведро. Ему место на свалке. Кот как кот, ничего особенного. Лежит себе, никого не трогает. Здесь, наверное, и закончим. Солнышко, пасека. Пасечник просто кадр. Думаю, всё, что хотели увидеть, уже увидели. То есть, кому интересно, поиграю. Играю. Только началось тут очень много ещё. Ходить, разговаривать. Стиль тоже, думаю, понятен. Кому приятно будет вспомнить, кто раньше играл. С удовольствием поиграет. Так, на пару вечеров. Очень хорошее времяпрепровождение. Спокойное. С юмором. Я ещё побружу, наверное. А вам всего хорошего. Спасибо за просмотр и удачи. Пока.